В декабре 2020 года произошла кража радиоаппаратуры с борта российского командного пункта Ил-80. В январе 2021 года правоохранители задержали жителя Таганрога, 36-летнего Жоруха Чунца, которому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 5 июня. Теперь появились новые подробности в деле о похищении оборудования. Недавно Хачунцу продлили арест пребывания в СИЗО до 5 сентября, после чего защита подала жалобу в Ростовский областной суд. Жалобу не удовлетворили, постановление о продлении срока содержания под стражей до 5 сентября оставили без изменений, сообщила ТАСС 13 июня адвокат Ольга Бояркина. Адвокат проинформировала, что на месте преступления были выявлены следы ДНК одного из сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, ТАНТК, однако следствие не раскрывает их принадлежность. В мае Бояркина говорила, что обнаруженные ранее следы обуви не принадлежат ее подзащитному, и следствие назначило проведение дополнительных экспертиз. Напоминаем, что самолет судного дня должен был пройти модернизацию в Таганроге. Он находился на аэродроме Южный в ожидании начала плановых работ. Злоумышленник, либо группа лиц, вскрыв грузовой люк самолета, похитил 39 радиостанций. Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося. Правоохранители выявили отпечатки пальцев и следы обуви на месте преступления.